Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Софья Грецкая, Спортэкспресс. Я бы хотела задать вопрос о футболисте Глиссани и Изидоре. Выходит ли он сейчас на связь? Связывались ли вы с ним? Что-то он отвечал уже на ваше заявление о возвращении в Россию. Спасибо. Да, добрый вечер. Ну, клуб уже сделал официальное заявление по поводу Изидора. После игры в Сочи, с разрешения руководства клуба, он отправился в Москву и не поехал на выезд. Понимаем все трудности в логистике, были готовы к его определенному переходу, но на сегодняшний день он не состоялся по ряду причин. Все остальные детали и нюансы, наверное, больше расскажут руководители клуба, которые с ним на связи на сегодняшний день. Спасибо большое за вопрос. Саша. Дайте, пожалуйста, педалли кахалу. Да. Да. Что случилось? Расскажите о том числе, начало второго, когда, почему это произошло. И, наверное, сразу общий вопрос. Что сейчас у вас превалирует больше унитворенности от последних результатов чемпионата? Да, это очень, наверное, вроде как ущупа и груб, потому что качественный матч простой, в том числе и по звуке показали. Или вот действительно эмоции после такого тайма и нерва? Ну, давайте так. Понятно, что на сегодня те три очка заработанных, они очень важны. И это толкает команду вперед, потому что фактически одно-два очка от лидирующей группы. Да, там плюс-минус. Поэтому это очень важно. Понятно, что мы нацеливаем себя и команду на улучшение нашего качества игры, не все удается. Но вы правы, что есть матчи, где мы выглядели достаточно неплохо. Это игра в Сочи, это все-таки, понятно, по результату не очень, но игра в Ростове второй тайм. И сегодняшний первый тайм, когда мы, в принципе, инициативой владеем, и забиваем три мяча, и должны спокойно доводить матч до победы. Но чистая психология. Здесь и говорили нашим ребятам в перерыве, и нацеливали их, и, так скажем, и в жесткой форме говорили на то, что не имеем права выходить с мысли, что матч уже выигрышен, что игра закончилась, на счет 0-0 необходимо еще усилить давление. Но, к сожалению, видите, что нити игры, они упускаются, когда мы теряем мячи в простых ситуациях, когда очень много брака, когда маленькие единоборства, маленькие подборы теряем, и соперник возвращается в игру. Да, и, конечно, тут же пропустили. То есть это, что касается начала второго тайма. Поэтому, и после игры сейчас команде сказали об этом, что если мы внутри себя цели ставим, как команда, как игроки, как тренерский штаб двигаться вперед, конечно, вот этот мусор надо убирать весь, да, потому что я имею в виду, что если мы нацеливали на себя движение вперед, команда ведет 3-0, необходимо выходить, необходимо дальше добивать соперника по результату. У нас были хорошие моменты, чтобы забивать четвертый мяч, да, и очень дисциплинированно и надежно играть в обороне. Но, к сожалению, допустили так, что соперник вернулся в игру. Надо отдать им должное, что они достаточно агрессивно и мотивированно играли. Да, но, опять же, сегодняшние три очка нашей команды, они достаточно хороши, чтобы двигать нас вперед. Спасибо. Роман Шлуринский, ТАСС. Продолжение просто хотел темы Вильсона тоже и другие вопросы тоже есть. Как вы лично просто отреагировали на его такое самовольное, так скажем, вот этот момент с отъездом? И не сказалось ли это перед игрой на внутреннем... Нет, не сказалось, я извиняюсь, что перебиваю, не сказалось, потому что, когда он уезжал из Сочи, мы все уже попрощались, да, то есть все прекрасно понимали, что идут уже переговоры, не знали на какой стадии. То есть внутри команды, у него есть друзья внутри тренерского штаба, да и с руководителями достаточно хороший контакт, да, и просто была, видимо, у него внутри надежда, что все-таки все решится. Но по разным причинам, я не знаю деталей переговоров, еще раз говорю о том, что, наверное, руководство клуба более детально эти моменты проговорит, если посчитает нужным. А так, понятно, что на сегодняшний день Бриксон остается игроком Локомотива, дальше все уже, как я уже сказал вашему коллеге, будем смотреть ситуацию в динамике. А как вы просто отойдете? Ну, то, что он не просто уехал, все... Я же вам только что сказал, он не просто уехал, мы попрощались, потому что понимали, что диалог уже близится к завершению. А вот почему он уже дальше не вернулся, ну, это вопрос другой. Спасибо, Роман. Еще вопросы есть? Да. Добрый день, Михаил Михайлович. Ютуб-канал Локохроники. У меня коротенький вопрос. Почему сегодня на игру третий комплект формы выбрали? Вы знаете, что многие ребята подошли и обратились с этой просьбой, что есть определенная ассоциация с этим комплектом, да, мы тоже это все проанализировали и дали на это добро. Не будем говорить о каких, да, дай бог, поэтому двигаемся вперед. Спасибо. Саша. Вопрос по Пеняеву. Он сыграл справа, сыграл замечательно. Вообще расскажите об этом решении. Ну, решение, оно же было у нас в нескольких матчах, когда Сергей выходил справа и сегодня он очень остро сыграл. Действительно, провел очень хороший матч и индивидуальный, общекомандно, и его посыл был. То есть, действительно, Сергей сегодня, наверное, за последние там несколько игр провел очень целостный, хороший, острый матч, где выдал и результативные действия. Конечно, если он дальше будет так продолжать, и команда должна ему помогать в этом, что будет дальше развиваться и приносить голевые действия. Надо четко понимать, что все-таки это молодые футболисты, которым свойственна нестабильность, а наша задача эту нестабильность убрать, чтобы была стабильность, да, поэтому, чтобы таких перепадов в играх было меньше. Поэтому над этим работаем и очень надеемся, что смена небольшой обстановки в сборной с хорошими соперниками придаст нашим ребятам еще больше новых эмоций в преддверии следующего календарного матча. Еще есть вопросы? Роман. Михаил Михайлович, вопрос такой. Десять человек вызваны в сборную. Ну, Погоснов, он поедет, не поедет, такое у него сейчас состояние. И как будет вестись подготовка к следующему домашнему матчу, предстоящему с Оренбургом? Ну, смотрите, у нас сегодня Морозов и Рыбчинский пропускали игру по здоровью, да, Погоснов тоже фактически был травмирован, и буквально вчера-позавчера он провел неполноценные тренировки, поэтому сегодня в заявке оказался. Он едет, Погоснов, что касается Погоснов, он едет, дальше уже медицинский штаб и тренерский штаб сборной будет смотреть на его состояние, то есть игрок обязан прибыть в расположение сборной, дальше уже на основе обследования и тестов они посмотрят о его там необходимости принятия в играх, решения в играх, да, поэтому это что касается Погоснов. Что касается вызова большого количества игроков, не только игроки нашей первой сборной, и молодежные, и юношеские вызванные, но еще вызван Найр Текнизян в Армению, Марио Митай в сборной Албании, вот, поэтому, ну, все прекрасно понимают, и я же сам был тренером сборной, что играть за национальную сборную своей страны, неважно, какого уровня, молодежного, юношеского, это большая честь для любого игрока, для любого футболиста, поэтому им надо пожелать удачи, чтобы, самое главное, без травм все вернулись и продолжили в клубе уже подготовку к календарному матчу. Что касается коррекции тренировочного процесса, привлечем наших молодых ребят из дубля, посмотрим, те, кто наиболее ярко проявлял себя в матчах за дублирующий состав, те будут с нами работать в эту паузу. Спасибо, Роман. Морозов, я думаю, нет. Ну, посмотрим, но на сегодня он не тренируется.